МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 34-летний житель поселка Спирово. Выяснилось, что мужчина ранее был знаком с потерпевшей. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что проник в гаражный бокс, разбив оконное стекло. Похищенное имущество погрузил в автомобиль Газель и вывез в Москву, где продал. Вырученные деньги потратил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В полицию поступило сообщение от егеря о том, что у деревни Белятина Фировского района незаконно убит лось. Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе автомобиль ВАЗ-2109, в багажном отделении которого лежал рюкзак с внутренностями животного и топор. В результате незаконной охоты Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области причинен особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей. Сотрудниками Фировского пункта полиции установлено, что к браконьерству причастны двое жителей Фировского района 89-го и 85-го годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы. Еще одна аудиозапись разговора с мошенником нашего земляка, у которого лжебанкиры пытались выманить деньги. Напоминаем, полицейская акция «Отбой мошенникам» продолжается. С вами создался технический отдел «Сбербанк России». Меня зовут Третья, я являюсь вашим специалистом. Я являюсь с вами, касаемо вашей заявки на получение потребительского кредита в размере 100 тысяч рублей. Вы подтверждаете данную операцию? Нет. То есть вы данную операцию не производили, верно? Да. Хорошо. А также вы имеете предположение, кто вместо вас мог подать данную заявку? Нет. Хорошо. В таком случае я данную заявку в срочном порядке аннулирую, ведь вам не нужен кредит в нашем банке, верно? Да. Хорошо. В таком случае данная заявка будет аннулирована в течение 15 минут. Также в течение суток вам поступит 11 уведомлений по поводу аннуляции. На данный момент обслуживаетесь только в «Сбербанке», либо же имеете еще другие банки, в которых вы также обслуживаетесь? Нет. Только в «Сбербанке», верно? Да. Хорошо. Сколько вы имеете пластиковых носителей от нашего банка? Один. На него получаете заработный проект, либо же пенсионный фонд? Заработная. Хорошо. Фиксирую информацию. Как же уточнить, когда вы последний раз производились ваши дебютовые карты от нашего банка? Неделю назад, наверное. Какой вы зафиксировали остаточный баланс после вашей последней операции по вашей банковской карте? Приблизительно. Не помню. Приблизительно точно не нужно? Не знаю. Зарплата-то идет, а я короче... А сколько там осталось? Не знаю. Мы установим вам двухфакторную защиту на вашей банковской карте, на ваш личный кабинет, судя по всему, как вы подверились несанкционированным действиям по нашему банку. То есть, если какие-либо непромерные действия произведутся, то банк вам возместит весь денеж в ущербном объеме. Также установка двухфакторной защиты производится строго через робота-фиксаторы нашего банка по реквизитам вашей карты. Вы с роботом нашего банка ознакомлены? Нет. Роботизированная система нашего банка – это является искусственный интеллект. На нем построена система безопасности нашего банка. Когда я вас буду переводить на робота нашего банка, он у вас будет запрашивать код. Код – это является код пополнением вашей банковской карты, 16-ти значный номер, 4 блока, почте и цифры. Данную информацию ни в коем случае в ней не озвучиваете, вы ее озвучиваете только строго роботу нашего банка. Вам это все понятно? Да. В таком случае, возьмите свою банковскую карту в руки. Угу, я. Вы уже готовы озвучивать данную информацию роботу нашего банка? Да. Хорошо, в таком случае, я вас уже переложу на робота нашего банка, а ждайте одну минуту на линии. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Защитный код с ее обратной стороны И поступающие на телефон пароли Перезвони сам на горячую линию банка И убедись, что твои средства в безопасности Перезвони сам на горячую линию банка